В первую очередь спасибо большое организаторам за предоставленную возможность выступить перед вами. Сегодня я расскажу вам, поделюсь информацией, видением достоверными вещами в области кормления. Начнем мы с санкций, оценим масштабы, в каком положении находится кормопроизводство и плавно перейдем по тому, как кормопроизводство, кормление, зоотехния взаимодействует, либо не взаимодействует с ветеринарией. Итак, первое, 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 слайдик не листается. Итак, начинаем. Не секрет, что мы находимся в условиях санкций. На сегодняшний день введено более 10 тысяч санкций в отношении России. Это гораздо больше, чем санкции в отношении Сирии, Венесуэлы, Ирана, 200 взятые. Это мы не учитываем шестой пакет. Если мы рассмотрим на структуру, а что же за санкции такие, какие они бывают, они, вы видите, бывают и экономические, и дипломатические, военные, и спортивные в отношении окружающей среды. И теперь давайте посмотрим, а как это влияет и влияет ли на кормление коров. Очень часто люди начинают волноваться, как бы обоснованно, а что нам ждать, где наши витамины, где наши минералы, где наши премиксы, добавки, которые обеспечивают и кормление, и здоровье, и сохранность поголовья. На сегодняшний день у нас в результате санкций поменялась логистика. Логистика по поставкам ингредиентов в кормлении. То есть, ну, логистика бывает разная, как вы видите, можно завозить самолетиками, но это мобильные телефоны, оргтехника, электроника. Но морская логистика, морская логистика на сегодняшний день в России прекращена, поставки витаминов и минералов по морю практически не осуществляются. Связано с тем, что заблокированы, у нас в мире четыре крупнейших поставщика морских, они все заблокировали поставку в Россию и из России. У нас остается два пути, автомобильные и железнодорожные пути. По автомобилям на сегодняшний день все, что идет из Европы, стало стоить по деньгам в 4-5 раз дороже стоимость доставки. Ну, условно, если стоила раньше 2-2,5 тысячи евро машина из Европы в Москву, условно, то сейчас эти цены составляют порядка 8-9 или 10 тысяч евро на машину. И сроки. Сроки, если раньше машина сшла 3 недели, то сейчас эта доставка идет порядка 6 недель. Железная дорога. С железной дорогой у нас все в порядке. Несколько лет назад у нас были трудности с поставкой ЖД-транспортом из Китая. Это было связано с пропускной способностью хабов. Обусловлена разница колейности в железной дороге. То есть у китайцев она хуже, а у нас шире. Поэтому, пересекая границу, мы всегда должны были перегружать все товары на российскую платформу. Сейчас забайкальский хаб расширен очень сильно и вся продукция очень хорошо и здорово проходит через эти хабы и никакой задержки нет. Более того, стоимость поставок из Китая по ЖД-транспорту, мы отмечаем небольшое снижение даже стоимости доставки. Поэтому, касательно логистики, что происходит? Как только мы получаем проблему с логистикой, у нас увеличиваются сроки поставки, любой производитель кормов автоматически, просто-напросто увеличивает складские запасы сырья. Просто нам нужно иметь на складе в полтора раза больше сырья, чтобы обеспечивать ритмичное производство. Сдувая пелену ужаса, нужно задуматься над тем, что мы вообще импортируем для молочного животноводства из Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. По большому счету, мы импортируем небольшое количество ингредиентов, которые не имеют ключевого значения в кормлении крупного рогатого скота. Можем ли мы замещать, заменять эти ингредиенты? Безусловно, можем. Аналоги всегда есть. Поэтому любой ингредиент в кормлении коров можно всегда заместить по наименованию, по производителю, по функционированию. И вот по функционированию – это такой один из ключевых моментов. И дальше. Импортозамещение. Это означает, что у нас стопроцентная востребованность на этот ингредиент. Ну, условно, если не вдаваться в какую-то рекламу, никого не лоббировать, не обижать, то есть завозим мы какой-то, я не знаю, стимулятор или пробиотик, неужели ему нет альтернативы этому решению? Конечно же, есть. И сейчас мы все просто-напросто переходим в плоскость того, что если не хватает какого-то отдельно взятого ингредиента вдруг, то мы этот вопрос закрываем просто-напросто коровым решением и то-го. Ну, простой пример. Органические микроэлементы. Мы их всегда завозили, они производятся в Китае, они как производились там, как поставлялись в Россию, так и продолжают это дело. Мы завозили микроэлементы из Америки. Они ввели санкции, мы прекращаем ввоз. Что делать? Мы просто меняем по наименованию, по географии, по поставщику. Используем из Китая. Если не хотим использовать из Китая, то мы делаем замену кормовым решениям. Мы меняем хилатные формы на комбинацию любого элемента. Ну, условно, тот же цинк. Мы цинк используем не в одной форме, условно, оксида, а делаем комбинацию в корме из оксида, сульфата, хлорида. И таким образом повышаем биодоступность ингредиентов. Теперь, что мы испытываем на сегодняшний день? Доступность ингредиентов, белки, жиры и углеводы. По белкам никаких ограничений нет. Мы как были крупнейшим в мире производителем жмыхов, шратов, подсолнечника, рапса, так и остаемся. Они у нас есть, мы еще и на экспорты отправляем. По жирам. По жирам есть небольшие сложности, которые связаны именно с логистикой и именно морской доставкой, потому что 99% жиров производится в Тихоокеанском округе. Малайзия, Индонезия, там пальма растет, ее делают. Поэтому выход, мы меняем растительные жиры, которые плохо поставляются, на местные жиры, которые также производятся у нас в России. Они могут быть растительного происхождения, они могут быть комбинацией растительного, животного. Никто не запрещает скармливать коровам птичий жир, свиной жир. Никаких ограничений в этом нет. Ни ветеринарных, ни кормовых. Витамины. Все витамины, 99% витаминов в мире производятся в Китае. Они производят эти витамины для нас, для Европы и для Америки. Производство витаминов с точки зрения экологии крайне грязное производство, поэтому порядка 20 лет назад Европа культурно вывела производство всех витаминов в Китай. Поэтому нас эти санкции практически не касаются. Минеральная часть. Основной источник, допустим, меди в премиксах, классический сульфат меди, он же медный купорос. Челябинский металлургический завод делает прекрасный медный купорос. В стране у нас этого купороса море. У нас вполне достаточно в стране и оксидов цинка, и оксидов магния, и гидроксидов магния. То есть по минералам мы, вот как производители, когда проводили анализ, что мы у кого покупаем и где это производится, из 200 позиций СКЮ для производства премикса мы получили проблему только по двум. Это йод и кобальт. Мы потратили целых 4 дня для того, чтобы поменять йод с кобальтом на Индию, Турцию и Китай. Таким образом, вопрос закрылся. Минералы в стране есть, известняк есть, монокальций, дикальций, 3-кальций, фосфат, фосфаты есть все. Аминокислоты. Мы как возили аминокислоты в России и из Китая, так и возим. В России есть собственное производство аминокислот, но это ограниченное число заводов. То есть примерно на 15-20% мы потребность свою покрываем, все остальное возим из Китая. Никаких проблем. Ферменты. Вот с ферментами очень сильно влипли, ну такое жаргонное слово, наверное, то есть возникли трудности у птицеводов, у свиноводов. Они в силу разных причин очень сильно начали использовать европейские ферменты. Однако, касательно молочного животноводства, эффективность ферментов в кормлении молочных коров достоверно не доказана. Но использование ферментов крайне эффективно и обязательно в кормлении маленьких телят. У нас в России делают прекрасные ферменты, как по отдельности, равно как и мультиензимные композиции. Вот имея производство в Москве, мультиензимные композиции мы приобретаем, которые производятся здесь, в Новосибирске. Прекрасно себя показывают. Пробиотики. Пробиотики производятся в России уже десятилетиями. Некоторые из них превосходят зарубежные аналоги. Упаковка не такая яркая, но функционал выше. Поэтому использование пробиотиков для телят как было, так и будет. Используем отечественные ингредиенты. Продолжаем. Это нас не коснулось никоим образом. Касательно антиоксидантов. Если раньше антиоксиданты были, как правило, только импортного происхождения, то на сегодняшний день половина антиоксидантов производится в России. Никаких ограничений нет. Ароматизаторы. В России существует на сегодняшний день уже десятки производителей ароматизаторов. Здесь нет ничего страшного, потому что поставщики дальше... Ну, с одной стороны, можно иметь поставщика российского, производителя российского, но он будет работать на зарубежном сырье. И если мы посмотрим в область ароматизаторов, то действующие вещества они закупают также в Индии, Иране, Турции, там, где растут травы. Поэтому по ароматизаторам также никакого вопроса у нас не возникает. К чему я это все говорю? Таким образом, производство кормов, премиксов, концентратов, белковых, камбикормов в России санкции в прямом смысле слова не касаются. Касаются только опосредованно. То есть удлинился период доставки и, пожалуй, все. Выход – это, как я уже говорил, увеличение складских запасов и уход от спекуляций. Если первые месяцы у нас были спекуляции поставщиков в плане цены, то сейчас это все исчезло. И более того, мы сейчас начинаем видеть обратный эффект. Понимая, что те же все витамины у нас закупаются за рубежом в Китае, они продают нам это все за доллары, то с укреплением курса рубля мы начинаем получать обратный эффект. Витамины становятся дешевле, и мы, как производители, вынуждены снижать цену на нашу продукцию. То есть премиксы становятся дешевле, белково-витаминные концентраты становятся дешевле. Это вот такой вот результат санкций. Теперь, что же нам делать? Куда смотреть, как кормить и стоит ли кормить премиксами, оптимизированными рационами для экономической эффективности молочного животноводства? Я всегда задаю вопрос такой вот. Мы очень часто все в своей работе, деятельности используем такой термин, как эффективность кормления. Мы говорим всегда, кормление должно быть эффективным. Но мало кто задумывается над тем, и мало кто может дать продолжение этой фразы. Что вот попробуйте для себя ответить, что вот эффективное кормление это... И... Совершенно верно. Я предлагаю разделить этот вопрос, задать разным пользователям. Если мы спросим главного зоотехника, что такое эффективное кормление, для него это будет валовое производство молока, показатели молока, жир, белок, соматика, выбытие животных, сохранность, воспроизводство. Если мы спросим у доярки, что такое эффективное кормление для нее? Совершенно верно. Если мы спросим руководителя хозяйства, что такое эффективное кормление? Да, он скажет, количество денег на расчетном счете, 51 счет. Какие там мегаджоули? Какой там кобальт? Какой силент? Рубли. Если спросим собственника предприятия, что такое эффективность кормления, он скажет, это вообще ликвидность предприятия финансовая. И тоже не имеет никакого отношения к мегаджоулям. Если мы спросим корову, а что для тебя, дорогуша, является эффективным кормлением? Она скажет, что отсутствие потери живой массы, правильная лакационная кривая, здоровое, бодрое состояние, чтобы ушки не висели, шерсть блестела. Поэтому эффективность кормления – это настолько общий показатель, который нужно оценивать и расшифровывать для конкретной категории потребителей. Но учитывая, что мы живем в мире денег, давайте посмотрим, что происходит с кормлением в наших условиях, как мы должны теперь к этому относиться, как мы теперь должны смотреть на вот эту эффективность кормления. На данной табличке вы видите перечень, вот то, что в рамочке нарисовано. Это те показатели, которые традиционно мы используем для того, чтобы руководитель хозяйства, главный зоотехник, главный финансовый директор, смотрят на то, чтобы понять, а вот что такое эффективное кормление. Это, как правило, надой. Надой, сколько литров мы подоим на корову, стоимость корма дня, стоимость корма в килограмме молока, сколько съедает корова. Ну, по молодняку здесь немножко другие показатели, но вот краткий перечень вы видите, зачитывать не нужно. Обращаю ваше внимание на вот эти показатели, на вот эти вот штучки, которые нам сейчас пригодятся примерно через 2-3 слайда. Это традиционный подход в нашем российском государстве. А если мы посмотрим на опыт наших зарубежных коллег, это вот те же самые цифры. То есть, если мы смотрим на компьютере, разные финансовые программки, аналитически можно посмотреть сухие цифры на бумаге, либо красивое разноцветное на экране компьютера. А теперь давайте посмотрим, что используют наши зарубежные коллеги, какие показатели. Вы видите, надой. Дальше. Стоимость 1 кг рационов и затраты сухого вещества рационов для производства 1 кг молока. Этот показатель очень важен. Он добавляется. Он характеризует, насколько правильно соптимизирован рацион. Простой пример. Можно производить условно литр молока, затрачивая 600 г сухого вещества рациона, или же производить этот же литр молока, затрачивая 700 г сухого вещества рациона. Вот чем правильнее соптимизирован рацион, тем меньше затраты сухого вещества. Со всеми вытекающими. Меньше себестоимость, больше разница. Дальше. Количество остатков. Ну, по потере понятно. И вот этот показатель. Income Overfit Cost. То есть, это банальная разница. Насколько рублей корова произвела молока на дой. На дой умножили на цену реализации. За вычетом, на сколько рублей корова съела. Произвели молока на 900 рублей, съела корова на 500 рублей, прибыль, казалось бы, 400 рублей. Вот это то, что мы традиционно смотрим. Однако, в этих условиях, в наших условиях, давайте посмотрим немножко по-другому на эту ситуацию и взглянем на абсолютно рабочие. Это не виртуальные, это абсолютно рабочие, действующие хозяйственные ситуации. Мы имеем среднюю продуктивность в хозяйстве. 34 литра. В хозяйстве используются два рациона. Начало лактации и конец лактации. Высокая продуктивность и низкая продуктивность. Так вот, в начале лактации при надое 34 литра. Мы имеем стоимость кормодня 360 рублей. Оцениваем стоимость корма, затраты сухого вещества на производство молока, стоимость молока для реализации. И вот эта разница. Произведено молоко на сумму и съедено на сумму. И хозяйство говорит, что мы получаем от каждой коровы 557 рублей в день. Хороший бизнес. И предложить такому хозяйству нечего, казалось бы. А если мы правильно посчитаем, то в данной ситуации намного правильнее соптимизировать рацион, получать более высокую молочную продуктивность. И делая те же самые аналогичные расчеты, мы получаем увеличение поступления денег на 110 рублей. От каждой коровы. Зачем это нужно делать? Давайте двигаться пошагово. Чтобы понять масштабы бедствия, давайте вспомним такие показатели, как у Нетеля, у первотелки, было счастливое детство. Ее выращивали два года. Причем затраты относили на статью от корм. При этом не задаваясь вопросом, неужели мы выращиваем телку для того, чтобы сдать ее на мясокомбинат и сделать из нее сосиски. Нет, это инвестиция в молоко. Поэтому первотелка должна отработать стоимость своего счастливого детства. Мы знаем среднее количество лактаций, мы знаем среднюю стоимость первотелки, и вот эту сумму она должна отработать за 2,5 лактации. И это значит, что 236 рублей в день – это стоимость счастливого детства. Дальше. Ключевой момент. Неважно, сколько корова дает молока. 10 литров, 30 литров, без разницы. Нам нужно включить трактор, кормосмеситель, поехать, приготовить корма, раздать, навозоудаление, доение, электричество, зарплата и тому подобное. Общехозяйственные расходы. И вот если мы сделаем анализ срез общихозяйственных расходов по хозяйствам на территории России, мы увидим, что диапазон может составлять от 270 до 440 рублей в день на корову. Ну, стоимость солярки, трактора и тому подобное. И получается следующая картинка, что да, мы используем традиционный подход, вот когда оцениваем сумму произведенного молока и съедено кормов, если мы вычтем затраты, железные затраты на обслуживание коров, на амортизацию детства коровы, то получается, что корова приносит прибыль 53 рубля в день. Картина меняется. А при более высокой молочной продуктивности она приносит больше молока. Это пик, это самый лучший надой в хозяйстве. А вот вторая половина лактации, там где молочная продуктивность уже 25 литров, амортизацию счастливого детства никто не отменял, общихозяйственные расходы никто не отменял, и мы получаем, что при продуктивности 25 литров хозяйство получает убыток от каждой коровы в 39 рублей. Как только мы увеличили молочную продуктивность, мы получаем уже положительные значения. Коровы не наносят убыток. Поэтому, давайте я, наверное, не буду вдаваться в подробности, поэтому на сегодняшний день у нас существует две тенденции или два варианта развития событий. Первое – это интенсивное развитие. Если мы хотим сократить убытки, если мы хотим увеличить прибыль от молочного животноводства, мы должны инвестировать в корову, инвестировать в кормление, инвестировать в производство молока, в продуктивность, в этом случае мы будем получать положительные значения. Прибыль – маленькую, но прибыль, среднюю, но прибыль. Но это при высоком уровне ведения молочного животноводства. Второй путь – это экстенсивный. Это когда мы ничего не вкладываем в корову. Это вот солнце, воздух и вода, зеленая травка и размол зерна. Вот в этом случае хозяйство становится на грань нулевой рентабельности, либо минимизирует убытки. Потому что, как бы мы ни хотели, все равно общихозяйственные расходы остаются те же самые, амортизация выращивания молодняка остается то же самое. И таким образом две таких вот противоположных картинки. Если высокая молочная продуктивность, необходимо инвестировать. Если низкая молочная продуктивность без отсутствия инвестиций – это путь к разорению. В кормлении, вот в текущей ситуации, как складывается цена на молоко, как складываются цены на премиксы, на добавки, на общую стоимость рациона, ключевые ингредиенты, энергетики и тому подобное, получается, что кормление коров, оно не представляет собой просто стоимость кормодня или стоимость какого-то продукта. Получается так, что кормление – это комплексный подход. Это само кормление подразумевает набор продуктов, подразумевает присутствие экспертизы в хозяйстве. То есть не самодеятельность на местах по оптимизации рационов – хочу, кормлю, хочу, не кормлю, хочу, куплю это, насыплю это. Нет. Здесь должен использоваться именно экспертный подход. Именно эксперты должны подбирать рационы. Дорожная карта и договоренности. Если мы занимаемся кормлением для здоровья коров, для экономической эффективности, всегда договариваемся сразу на берегу. Будем делать вот это последовательно, четко проверять ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода. Использовать все инструменты для контроля и управления. Что имеется в виду? Любое программное обеспечение, любые инструменты, которые позволяют оценить качество кормов. Все корма, что бы мы ни делали, должны соответствовать стандартам и требованиям, принятым в Российской Федерации. То есть если закон запрещает нам распоряжение того же Росельхознадзора использовать лекарственные препараты в терапевтических дозах, в профилактических дозах в кормлении крупного рогатого скота, то это нужно делать. Максимально использовать искусственный и свой естественный интеллект. От этого мы никуда не денемся, никуда не уйдем. Тренды. Тренды, которые нарисовываются, четко определяются в последнее время и в текущей ситуации. То, что в кормлении, то есть хозяйство не покупают продукт, какой-то ингредиент по хорошей цене, а покупают результат, покупают экономическую эффективность. Ведь неважно же, какого цвета будет мешок с каким премиксом, главное, чтобы это приносило прибыль. И обсуждать необходимо прибыль, которую принесет использование тех или иных рационов или ингредиентов. IT-технологии имеется в виду искусственный интеллект, крупные программы, серьезные программы, позволяющие контролировать менеджмент стада, управление им. И приобретается хозяйствами кормовое решение как продукт. То есть рацион и того. Дальше. Все больше хозяйств начинают обращать внимание на четкие адресные поставщики питательных веществ. То есть, что я имею в виду? Корове нужны витамины и минералы? Хозяйство приобретает четко премикс, как источник витаминов и минералов. Если корове нужны белки, покупаются источники белков. Жмыхи, широта, дробина, дрожжи, все что угодно. Любые источники. Вплоть до сейчас очень сильно сделан разворот еще в сторону белков животного происхождения. Безусловно, у нас в России действует приказ от 1996 года, он действующий, его никто не отменял, о запрете использования мясохосной муки в кормлении лактирующих коров. Ну да, но для этого у нас есть перьевая мука, у нас есть кровяная мука. Поэтому разворот в сторону белковых источников животного происхождения абсолютно экономически оправдан и целесообразен. Если раньше мы эмоционально морщили нос, ну зачем как бы все это? То сейчас это разумно, это как бы можно и нужно использовать. Ну, безусловно, качество и закон должны соблюдаться. Очень четко. И подводя итоги по кормлению, что можно сказать? Что необходимо на сегодняшний день заниматься эффективным кормовым решением. Продукт по хорошей цене не всегда определяет эффективность производства молока. Вот иллюзия и радость, счастье от того, что мы купили премикс со скидкой, это, как правило, мышеловка. Сложные аналоги для поиска. Ну вот санкции. Ну вот мы покупали у вас там зеленый порошок, а сейчас его нет. Ну и что теперь делать? Ничего не нужно делать. Если вы покупали эксклюзивный зеленый порошок, и его аналог не производится ни в России, ни в Китае, значит, он не имеет широкого распространения. И заменить его можно стандартными, общепринятыми кормовыми решениями. То есть отказаться от зеленого порошка и использовать классический подход в кормлении коров. Классические нормативы, классические ингредиенты. Достигать их экономическую эффективность через стоимость корма дня, оптимизацию питательных веществ. Кто-то задается вопросом, а может быть мы теперь вот уменьшим количество витаминов, минералов, чуть подешевле сэкономим. Не получается. Потому что в период пандемии, политических каких-то изменений, экономического спада в государствах, у людей, у хозяйств, вы видите, что при изменении покупательской способности физиологическая потребность в питательных веществах у коров, у телят не меняется. Коровы читать не умеют, писать не умеют, в политику не играют. Поэтому физиология она была, есть и остается, и восполнять потребность в питательных веществах необходимо всегда. Коротко в этом блоке все. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, задавайте, я постараюсь на них ответить. Есть вопросы? У меня есть вопросы. Вопрос первый, такой, больше в латонский. Хотел узнать, как вы конкретно оцениваете общий уровень за технической и кормленческой экспертизы на предприятиях у нас, ну вот прям в среднем. Потому что мы знаем, есть крутые предприятия с высокопродуктивностью и все прочее, и средние. Хотелось бы сравнение, допустим, пятилетней давности сейчас. Видим мы тенденцию к росту или нет, и достигнет ли она, если брать по десятибалльной шкале, десяти баллов. Если достигнет, то когда? Я понял. Спасибо большое за вопрос. Ну, раз он философский, тогда я отвечу немножко по-философски. Если проводить как бы линейную оценку уровня среднего, то, безусловно, средняя оценка также будет средней. Если вертикально, тогда, по логике вещей, получается, что в ведущих хозяйствах уровень компетенции в кормлении, конечно же, выше. Ну, и это и обуславливает, конечно же, высокую молочную продуктивность. Или ниже. Но, вот эта линейная оценка, то есть, если мы как бы 5 лет назад возвращаемся, компетентность в области кормления растет ежегодно. Это видно четко. Компетенция растет, даже если зоотехник не ездит на какие-то там семинары, тренинги, чем-то не занимается, у него каждую неделю эксперты в хозяйстве. Ему каждый день, каждую неделю забивают голову эксперты. Понятно, что, к сожалению, бывает очень много информационного мусора, который закладывается в голову зоотехнику, но среди этого мусора попадаются и зерна разума, разумного подхода. С годами это, конечно же, оседает в голове. И хотим мы этого или нет, точнее, как бы мы и хотим, и это хорошо, то, что компетентность в любом случае растет. У зоотехников растет, у бригадиров, у исполнителей растет. Поэтому это хорошая такая тенденция. Да, и если мы говорим про уровень по десятибальной шкале, вы знаете, очень хочется сказать, что присвоить там 7 баллов, 8 баллов в среднем уровень компетенции. А если сравнить, допустим, с уровнем молочной продуктивности стран, ну вот США 10 тысяч по стране, Израиль 11,8 тысяч, Россия 5. То есть вот, да, почти 6, да. Но давайте остановимся на 7 плюс. Ну, надо же с каждым, как, ну, с каждым стадом работать там отдельно. Ну, как, подходите, это я не... Нет, нет, я говорю, с каждым стадом зоотехнику, мы же про зоотехнику. Да, нет, 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 зачем зоотехнику. Ну, с каждым животным. У генетика, у всех разное. Не с... Ну, вот два года назад доили, ну, грубо говоря, так сказать, 15, 16, даже хопнуло, полтора года. Сейчас доим 24. Вот. Ну, тоже подошли, как бы, генетика маленькая у нас, другая стала, и все. Да. И вложили побольше. Это уже на 8. Да, касательно генетики. Вы очень сейчас очень четко заметили, что за два года произошли кардинальные изменения в росте продуктивности. За два года кардинальные изменения в генетике произойти не могут. А генетика наших коров, если мы задумаемся, а сколько же десятилетий у нас искусственное семенение шагает по стране? Десятилетий. И какое семя используется для искусственного семенения? Элит-рекорд, как правило. Поэтому в любом случае, даже если мама не хочет, папа будет элит-рекорд, и 50% генетической информации зайдет по линии папы. 10-15 лет. Произойдет полное замещение. У нас по генотипу все животные становятся элит-рекорд. А вот другой вопрос. Как мы выращиваем эту элиту-рекорд? То есть это либо крепкий, здоровый молодняк, шикарная первотелка, которая телится и дает молока. Или же это вот такой вот гипотрофик, который боролся-боролся за жизнь, выжил, и ему как бы надо вот теперь давать молоко. И следующий момент. Даже если мы имеем шикарную генетику, шикарную первотелку, наступает момент, когда мы начинаем ее кормить. И здесь, знаете, как получается? Это у нас спортсмен-олимпиадник готовится всю жизнь и выступает 4 дня. А корова у нас готовится 4 дня, а потом выступает всю жизнь. Это к вопросу о значимости кормления. То есть как мы даем возможность реализовываться генетическому потенциалу. А он у нас есть везде, в любой породе. Вот, ну или что такое? Вот, ну или менять, сказать, нести селку. Сейчас вообще, уже непонятно. У нас съездили, они в Казахстан ездили в город, а что же? Сейчас приехал, вот, и, говорит, 12 месяцев. 12, я говорю, ну как? 12, 12. Что, в весной хористе есть? Нет, это так. Они, я не знаю, вообще. Нет, вообще, я говорю, я вот это вот... Сейчас и много мнений вот этого трассы. Одни в 14 говорят, другие... Вообще про возраст надо забыть. Только вес. Вес. Я про второго возраста. Да. А семенение осуществляется по живой массе. Возвращение. Нет, нет, значит, здесь нужно смотреть на, давайте так скажем, на компромисс, который достигается между физиологией, экономикой и генетикой. Компромисс, который достигается над опытом ведущих стран в области молочного животноводства. То есть, как они реализуют вот эти вот вещи. И мы в среднем выходим на общепринятые стандарты, что осеменение – это 13-14-месячный возраст примерно. И вот в этом возрасте, это как бы вторичный признак, но самое главное, чтобы примерно в этом возрасте, первотелка, если мы говорим про галштинов, то минимум живая масса должна быть 380-400 килограмм. И исходить необходимо от этого. Почему компромисс физиологии? Потому что в физиологии есть четкое понимание, что вес животного для осеменения должен быть 65% от массы взрослого животного. И 85% на момент отела от взрослого животного. Вот эта физиология, которая как бы должна соблюдаться, это будет уже давать и экономику, и помогать получать здоровое животное. Более того, в свое время проводились исследования по влиянию и живой массы на момент отела. Есть четкая зависимость, чем животное тяжелее, чем оно крупнее на момент отела, тем больше молока. Также проводились исследования по возрасту, где больше мы получим молока, если первый отел, возраст первого отела будет 20, 21 месяц, 24 или 30. Так вот, пик будет при возрасте 24 месяца. Поэтому приняты такие стандарты, 23-24 месяца оптимальные для первого отела. То есть, если сейчас информация по возрасту, это от американских практиков, то есть огромное поголовье уже было исследование, и пришли выводы, потому что младше 13 месяцев, если осеменение проведено, то они выбывают гораздо быстрее. И заболевания, если у них возникают чаще, воспалительные заболевания. То есть, недостаточно накоплено собственных резервов делать для того, чтобы долго продуцировать на высоких показателях, которые мы сейчас от них требуем. Мы же загоняем на высокие показатели продуктивности. Они не готовы к этому. Поэтому младше 13 месяцев, наверное, не нужно их. Я вот отрезал, наверное, нет больше. Ну, ты знаешь, мы были на семинарах, мы тоже в Парновой, и именно чисто американский, жил Генетика, это организовывалось все. И вот он тоже дошел, ну, вес коровы, за все, он говорит, мы сейчас работаем над тем, чтобы вес коровы сделать меньше, а молока получить. Вот так вот там, где-то вот я сам не буду на семинарах, просто мы, как бы, неправильно имеем в виду. Ну, как бы сейчас... Да, конечно, на нас в России. Специально. Они уже тогда начали подставлять. Да. Нет, просто... И вот про воды тут тоже, про возраст, где-то, 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 где-то. Ну, что это... Очень коротко помчимся. Да, у вас еще одна тема, коллеги, давайте тогда это с вопросами остановимся. Следующая тема у нас – взаимосвязь или взаимозаименяемость кормления и ветеринарии. Вадим, продолжим. Ну, теперь, да, здесь уже, как бы, здесь будут звучать очень часто слова ветеринария, заболевания и кормления. Ну, вот сжато, очень коротко, как говорится так, галопом и по Европам. Не ищите здесь точных рецептах, дозировок, названия лекарств и тому подобное. Здесь главное понять концепцию. А концепция заключается в следующем. Вот, допустим, давайте начнем с малого, как бы, с телят, ими же и закончим. Первые недели жизни теленка – перечень заболеваний, которыми телята могут заболеть. Могут и болеют. Это нормально. Это вирусы, бактерии и тому подобное. Это вот чистая ветеринария, чистой воды. И вот здесь нужно работать только с точки зрения ветеринарии. А вот здесь то, что мы можем обеспечить без вирусов и бактерий. Качественные корма, условия содержания, микроклимат, технологии и тому подобное. То есть эти вещи, как бы, также будут определять здоровье телят. И вот если мы начнем смотреть на корма, мы поймем, что категория болезней – что-то чешется. Это вопросы, как бы, паразитологии. Что-то болит. Это вот там пневмония, перикардиты и тому подобное. И, как у Райкина было, что-то съело. Так вот в области что-то съел, то есть алиментарного происхождения, получается, что мы можем спровоцировать диарею с сырой клетчаткой. Это когда речь идет о выпаяках ЗЦМа, когда туда добавляют растительные ингредиенты, содержащие клетчатку, и начинают с первых дней пичкать теленочка. Когда нарушается уровень клетчатки в пристартерных, стартерных комбикормах. Уровень сырого протеина, тот же алкалоз, вызвать можно редко, но возможно. Сырой жир, передозировка по жиру также может вызвать диарею. Равно как и с ветеринарной точки зрения перечень возбудителей, которые вызывают эту самую диарею. Что общего между ними? С точки зрения ветеринарии все прекрасно понятно. У нас есть возбудитель, у нас есть протокол лечения. Выявили возбудителя, по протоколу избавляемся от него. Вакцинация, это лечение, неважно. Теперь что могут сделать зоотехники со своей стороны? Кормление матери, которое обеспечивает качество новорожденного молодняка. Будет ли развиты у него достаточно внутренние органы, будет ли достаточно иммунитет, будет ли качественное молозиво. Витамины и минералы, определяющие обмен веществ. Электролитный тот же баланс в организме. Аминокислоты и источники. Кормление телят. Что мы используем в качестве источников белка и аминокислот? Когда мы говорим про комбикорм, достаточно ли туда мы докладывать дополнительно аминокислот? Лизин, метионин. Порой стоит подумать и о трептофане, хотя официально он не нормируется для телят, но теленок же он моногастричное животное, когда рождается. И если обратиться к свиноводам, допустим, при старте у свиноводов без трептофана вообще не рассчитываются, потому что трептофан для моногастричных животных крайне важен. Поэтому такой же подход можно сделать и для телят. Источники. Источники аминокислот должны быть обязательно использовать в кормлении телят маленьких. Мы должны и молочный белок включать в состав комбикормов. Мы должны включать рыбную муку. Мы должны включать гемоглобин. То есть это источники белка, которые являются и аминокислот обязательными для телят. Ферменты и клетчатка. Про клетчатку я уже говорил. То есть высокий уровень клетчатки в заменителях молока – диарея. Высокая клетчатка в пристартерах – диарея. Мы понимаем, что у теленка первые три недели не в достаточной количестве и форме, и силе функционируют железы внутренней секреции. Ферментация идет низкая. Поэтому маленьким телятам необходимо помогать ферментами. Всегда необходимо использовать. Это то, что могут делать зоотехники. Мы понимаем, что запрещено использование лекарственных препаратов в кормлении. Те же кормовые антибиотики, которые действительно очень хорошо работают, они очень эффективные. Но в качестве альтернативы зоотехник должен использовать пробиотики, которые оказывают действие близкое к кормовым антибиотикам. Необходимо использовать адсорбенты микотоксинов. Проблему мы не уберем, но последствия немножко снизим. Необходимо использовать гуминовые вещества, которые кроме иммуномоделирующего действия также обладают и адсорбционными свойствами. Уделять внимание среднецепочным жирным кислотам, так как они реально очень хорошо влияют на повышение иммунного статуса телят. То есть речь может идти по использованию того же льна в составе комбикормов. Таким образом мы можем повышать, точнее не повышать, а снижать риск возникновения той же самой диареи. С точки зрения ветеринарии, с точки зрения технологии зоотехника, что может сделать зоотехник? Ужесточить контроль или же организовать более правильную выпойку. А это значит время выпойки, объем выпаемого раствора, молока, АЗЦМ, неважно, плотность и кратность выпойки. Здесь могут быть комбинации разные, исследования проводились разные. На практике все сводится к тому, что природу очень сложно обмануть. И если мы говорим про кратность выпойки, давайте понаблюдаем за природой, как ведет себя теленок на подсосе. Простой пример, мясное животноводство. Там теленок по 10-12 раз в день к вымени мамки прикладывается. То есть пьет часто маленькими порциями. Так организовала природа. Такая организация исключает, что можно прийти один раз в день, влить в теленка 6 литров молока. Таким образом, что мы получим? Излишки молока из сычуга перельются в неразвитый рубец, который не предназначен для ферментации молочных ингредиентов. Гниение, брожение, диарея, выбытие. Равно как и плотность. Как только мы неправильно развили ЗЦМ, нарушили плотность молока, мы знаем, что в молоке 12,5% сухого вещества. Или же добавили воду в молоко, по-быстренькому разогрели теплые водички, плеснули. Нарушилась плотность молока, пищеводный желоб не срабатывает, и молоко попадает не прямо в сычуг, а проваливается по дороге через пищеводный желоб в рубец. История та же самая. Гниение, брожение, диарея, выбытие. Дальше. Гигиена оборудования. Чистое оно или нет? Это чисто за технический, организационный вопрос. Условия содержания. Микро, макроклимат, сквозняки, все что угодно. Плюс ко всему микробный фон. И вот здесь можно как бы подумать над тем, и сделать каждый для себя выводы, что корма вообще формирует иммунитет к заболеванию. Вообще вот кто-нибудь может назвать конкретный корм, который формирует иммунитет к конкретному заболеванию? Никто не может. Это настолько общие понятия. Поэтому все сводится к тому, хотим мы это или нет, кормить надо, соблюдая технологию, соблюдая нормативы питательности. Молозиво – это лекарство? Оно не лечит. Оно профилактирует. Кормовое решение – это кормовая терапия или все-таки профилактика? Однозначно профилактика. Нет таких кормов, которые лечат. Тем более вирусы. Два провокационных вопроса. Что важнее в животноводстве, ветеринария или за техния? Совершенно верно. Это как у ребенка спросить, да, кого ты больше любишь, папу или маму. И подводя итоги, согласно лимиту времени, коротко, выводы и предложения. Если мы говорим о синергии взаимосвязи ветеринарии, напрашивается четкий вывод, что кормление не может быть лечебным. Однозначно. Однако со стороны ветеринара профилактика не требует лечения последующего. Профилактировать кормлением ветеринарией и технологией является наиболее эффективным. И вот когда мы при отсутствии профилактики доходим до лечения, нужно понимать четко, что лечение устраняет всего лишь навсего падеж. Но не последствия, не отставание в росте и развитии, не потеря темпа роста, потерю последующей молочной продуктивности. Поэтому профилактировать, еще раз повторюсь, потому что это в разы дешевле и эффективнее, как с точки зрения ветеринарии, равно как и зоотехнии. Сохранность поголовья, а, прошу прощения, пропустил, что использовать полный набор кормовых решений одновременно с вакцинацией. Что здесь имеется в виду? Что в кормовых решениях, когда с точки зрения зоотехнии мы вводим те же пробиотики, те же живые дрожжи в кормлении, те же ферменты, те же гуминовые вещества, все они прекрасно сочетаются с любыми лекарственными препаратами. Более того, они обеспечивают синергетический эффект их влияния. Поэтому профилактика с точки зрения зоотехнии и ветеринарии должны быть всегда в месте. Более того, сохранность поголовья определяется социальными факторами. Под социальными факторами мы с вами понимаем, это организация труда, организация технологических групп, грамотная. То есть, когда мы группу телят формируем не 10 дней, не 14 дней, что обеспечивает, когда маленький теленок приходит в группу, где уже есть либо переболевшие, либо болеющие. Поэтому чем быстрее мы будем формировать технологические группы, тем лучше. То есть, это и есть как бы социальные вот эти факторы, как технология, добросовестное отношение персонала, грамотное соблюдение технологической дисциплины специалистами. И диагноз, диагноз происходящему, диагноз ситуации с сохранностью, падежом, заболеваемостью, необходимо ставить зоу и ветспециалистам совместно, но каждому в своей зоне ответственности. Если диарея, ветеринар всегда должен сказать, что выявлен либо не выявлен возбудитель. Если зоотехник, зоотехник должен сказать, соблюдена плотность, кратность, наличие проприобиотиков и тому подобное. И только вот эта вот совместная работа с двух сторон обеспечивает синергетический эффект и успех в области выращивания ремонтного молодняка. Коротко у меня все. Если возникли вопросы, пожалуйста, задавайте. Олег, нет вопросов. А вот вопрос. Какие дни надо днем подавать воду? Ну да, 10 дней, 7 месяцев. Наши дни. Будем так говорить. По физиологии положено давать с первых дней жизни. Обеспечивать свободный доступ к воде у теленка. Понятное дело, что первые 72 часа молозива, это вот 72 часа отданы молозиву. Как только молозивный период закончился, вот после этого начинается свободный доступ к воде. Синаж – это отдельная презентация, основанная на физиологии, которая показывает, как развивается, формируется рубец. По-хорошему, синаж хорошего качества начинается в жизни теленка с трехмесячного возраста. Однако, существуют технологии, которые подразумевают смешивание комбикорма с синажом. То есть такая получается масса, комбикормовая масса, разбавленная как бы синажом. Которую начинают давать с двухмесячного возраста. Это немножко противоречит физиологии, но в некоторых хозяйствах это приносит эффективность. Где-то заканчивается диарея, где-то не заканчивается диарея. Но самое главное, если вы что-то попробовали, и это дало вам положительный эффект, технология, значит эта технология имеет право на существование. Нет, нет, здесь нет, в мустанге такое не могли сказать. Почему я сделал акцент, что синаж хорошего качества должен появляться с трехмесячного возраста? Если синаж нехорошего качества, то до четырехмесячного возраста теленок слов таких знать не должен. В первые два месяца? Нет. Сено в этом случае, когда вы используете качественный престартерный комбикорм, сено теленку не нужно вообще. Однако, учитывая наш российский менталитет, вот на местах, что вот как же без сена, пожалуйста, повесьте это сено. При наличии прекрасного престартерного комбикорма, молока, зациэма качественного, теленок не будет есть это сено. Он будет выдергивать соломинки, он же жизнь познает, с миром знакомится, соломки эти выдергивать, как бы вот веселиться, играться. И всем хорошо, теленку весело. Персоналу, специалисту на душе спокойно, сено висит. Поэтому вот здесь как бы можно ответить уклончиво, что да, сено давайте, а теленок сам определит, есть его или нет. Если только не дадите комбикорм, в силу каких-то причин, с голодухи теленок начнет есть сено. И вот это будет четким индикатором. Тиграм мясо не докладываю. А это вопрос качества. Еще раз акцентирую внимание. При наличии качественного престартерного комбикорма. Если дать, конечно же, присневелый размол зерна, ну я утрирую, конечно. Да, или действительно там вуговое. Большое спасибо, да, к вопросу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.